История России, 6 класс, под редакцией Таркунова, параграф 4, первое известие о Руси. Происхождение народа Русь. В IX веке на востоке Европы появилось государство Русь, в состав которого со временем вошли все племена восточных славян. Историки часто называют это государство Древней Русью, Древнерусским государством, или Киевской Русью по названию его столицы. Главным историческим источником, который рассказывает о начале истории Руси, является летопись «Повесть временных лет». Она была создана в начале XII века на основе более древних записей и легенд из Казани. В этой летописи есть знаменитый рассказ о призвании варягов. Летописец сообщает, что народ варяги, или Русь, пришел в Новгородскую землю во главе с тремя братьями, старшим из которых был Рюрик, по приглашению славянских и финно-угорских племен. Эти племена ссорились между собой, и в 862 году решили призвать варягов, чтобы те установили им справедливое правление. И пошли они к варягам, к Руси, ибо так звались те варяги, Русь, как другие зовутся шведы, иные норманы, англы, другие готы. Эти же так. Послы обратились к Рюрику и его братьям. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите скняжить и владеть нами». Рюрик построил город Новгород и стал княжить в этих землях. После скорой смерти братьев он присоединил к себе и их владения. От Рюрика пошла династия князей Рюриковичей, которые правили в государстве Русь. Автор повести временных лет жил спустя почти три столетия после описанных им событий, поэтому некоторые историки считают рассказ о призвании варягов легендой. Однако имеются и другие свидетельства о народе Русь. Первым точно датированным известием о Руси считается сообщение берцинских аналов, ежегодных записей, хроники, которые велись в одном из монастырей Варангской империи. В ней говорится, что в 839 году ко двору императора Людовика Благочестивого, сына Карла Великого, вместе с византийским посольством прибыли люди, назвавшие себя представителями народа Рос. Рус. Своего правителя они назвали тюркским титулом Хакан, Каган. Однако вскоре выяснилось, что эти люди, хотя и называли себя русами, на самом деле свеи, то есть шведы. Где находилось их государство, во главе которого стоял хан, из аналог неясно. Многие историки полагают, что слово Русь действительно имеет скандинавское происхождение. Известно, что похожим словом жители Финляндии позже называли людей, плававших на лодках с несколькими рядами грибцов. В них угадываются норманы, жители Скандинавии. В IX-XI веках норманы совершили многочисленные военные торговые походы по всей Европе и добирались даже до Северной Америки. Непоседливые и воинственные скандинавы внесли вклад в историю разных государств. Следы их завоеваний сохраняются и сегодня. Например, они дали название одной из областей на севере Франции – Нормандии. По версии ряда историков, восточные славяне заимствовали слово Русь от финнов, а затем стали называть этим словом в форме русины, русичи, русские, самих себя и свое государство Русь с заглавной буквы. О чем говорит археология? Археологические находки свидетельствуют, что в северных землях восточных славян в VIII-IX веках появляются поселения пришельцев из-за моря. Древнейшие следы их пребывания найдены в городе Ладога, находящемся у впадения реки Волхов в Ладожское озеро. Чуть позже, в двух километрах от современного Новгорода была построена крепость, впоследствии названная Рюриковым городищем, да и сам Новгород был основан примерно в то же время. Многие археологи считают, что этими пришельцами были выходцы из Скандинавии, норманы. Главным их занятием были войны и торговля. Военной силой можно было добыть рабов и дань, которую платили прежде всего шкурами зверей, водившихся тогда в изобилии в лесах Восточной Европы – куницы, горностая, лисицы, белки и других. Рабов, а также меха, воск, другие продукты лесного промысла, везли на продажу в богатые страны, через Балтийское море в Западную Европу, по Волге – в Хазарию и страны Востока, и по Днепру – в Византию. За эти товары выручали мечи и другое оружие – ткани, шелк, драгоценности, но прежде всего металлические монеты, которыми можно было расплатиться с иностранными торговцами. Споры норманистов и антинорманистов. Вместе с тем вопрос о том, кем были варяги, о которых говорится в повести временных лет, до сих пор вызывают споры историков. Дело в том, что археологические раскопки не всегда могут дать точный ответ, каким народам оставлены те или иные следы. Помимо жителей Скандинавии, морскими походами, войной и торговлей занимались тогда и другие племена, обитавшие по берегам морей. Многие такие народы вели сходный образ жизни, использовали похожее оружие, предметы быта. Споры о происхождении варягов и Руси начались еще в середине XVIII века. Немецкие ученые Байер и Миллер, работавшие тогда в России, выдвинули версию о том, что варяги Русь – это норманы, точнее шведы. Они утверждали, что без приглашения правителей норманов славяне не смогли бы создать свое государство и культуру. Тех, кто считал варягов норманами, стали называть норманистами. Против подобных взглядов выступил тогда Ломоносов, который занимался и историей. Тех, кто считает варягов Русь славянским или иным нескандинавским народом, называют антинорманистами. Большинство антинорманистов сейчас считают, что варяги приплыли в новгородскую землю с южного или восточного берега Балтийского моря. На южном берегу Балтики тогда жили племена западных славян. Одно из них в Европе называли варинами – ваграми, а их столицей был город Рерик. Варины, так же как и скандинавы, совершали морские походы, нападали на далекие земли. Часть своих богатств они привозили на остров Рюген, где находился их главный языческий храм. Спорят историки и о происхождении слова Русь. Некоторые исследователи полагают, что оно связано с названием острова Рюген, который позже некоторые немецкие авторы называли русским островом. Популярно мнение, что это слово никак не было связано с варягами, а происходит от названия реки Рось, которая впадает в Днепр южнее Киева. Существует также сведение, что помимо Хазарского каганата, где-то поблизости от него некоторое время существовал некий русский или русский каганат. Подведем итоги. В Восточной Европе образовалось более десятка славянских союзов племен, в каждом из которых были собственные князья. В течение 9-10 столетий восточные славяне были объединены под главенством князей династии Рюриковичей. Сложилось государство, получившее название Русь. Происхождение династии из-за недостатка источников остается предметом споров.